У одного из работников в здании за моей спиной выявили подозрения на коронавирус. По этому поводу все заседания в этом здании до 20 марта отменены. По иронии судьбы, это резиденция Всемирной торговой организации на берегу Женевского озера. А генеральный директор этой организации Роберт Азиведу заявил, что коронавирус окажет существенное влияние на экономику. Формулировочка, согласитесь, более чем расплывчатая, но главное точная. Другое дело, что каждый пикейный жилет из российского ютуба добавит к этому существенному влиянию. Катастрофическое влияние, убийственное влияние и так далее, и так далее. Кстати, господин Трамп обвинил в ухудшении ситуации, во-первых, спор России с Саудовской Аравией, а во-вторых, СМИ, включая, конечно же, многочисленных армагеддонистых блогеров. В российских СМИ эту информацию тут же подали, что Трамп обвинил Россию, потому что ощущение, что нам до сих пор даже в достаточно критической ситуации важнее найти повод для очередной обиды, чем передать точно собственную информацию. На самом деле, я думаю, господин Трамп прав, потому что саудовско-российский спор, конечно, усугубил ситуацию. А что касается влияния СМИ, то они усиленно находят так полюбившееся им из знаменитого гуру Армагеддона выражение «черный лебедь». Мы в качестве антитезы попробуем сегодня поискать хотя бы немножко белых лебедей в этой ситуации. Любопытная информация из Китая. Там сообщили о том, что компании, которые производят сельскохозяйственных дронов, увидели увеличение заказов. То есть Китай, который сегодня предстает в такой информационной сфере источником апокалипсиса, оказывается, готовится, судя по всему, хорошенько поработать на полях страны. Ну, собрать азимы и яровые, или что там в Китае растет. Еще один любопытный момент, который я чувствую по собственному портфелю, уже рассказывал о нем, это акции сети китайских кофеин «Лакин кофе». Они по-прежнему в очень жесткой плюсовой зоне. Они проделали за последние полгода кульбит наверх. И несмотря на коронавирус, и несмотря на то, что Китай предстает сегодня вот этим самым источником всемирного апокалипсиса, акции по-прежнему на очень высоком уровне. Что само по себе, согласитесь, забавно. То ли перед смертью все хотят попить чашечку кофе, то ли еще что. Но как-то вот не вяжется с картинами Армагеддона. В свою очередь, акции крупнейшего китайского туристического и гостиничного оператора «Трипком» упали за этот год с почти 38 до 26 долларов за акцию. Идем дальше. Адапсистем. Компания подвела итоги четвертого квартала и 2019 года в целом. И выяснилось, что это уникальный год по возможностям. И компания, ее отчетность выше ожидаемой. И компания с оптимизмом смотрит на потенциальный рост в новом году. Можно тут придраться, сказать, что вырваны из контекста какие-то отдельные иллюстрации позитива. Давайте попробуем пройтись по целой группе крупнейших эмитентов, которые составляют в том числе и индексы «Стандарт Пурс 500» и «Доу Джонс». Итак, пройдемся по нескольким знаковым эмитентам. Сначала электронный сектор. Google. Падение с 1500 до 1150 долларов за акции. Apple. Снижение с 320 до 250 долларов за акцию. Я говорю примерно, потому что каждый час, каждый день ситуация может слегка измениться. Alibaba. Снизился с 220 до 187 долларов за акцию. То есть, скажем так, снижение в пределах, которые трудно назвать кризисными. Netflix так и сохраняет стоимость акции 328 долларов с начала года ровно. Теперь посмотрим, что творится с производителями. Peugeot снизился с 18 до 12 евро за акции. Boeing практически свалился с почти 349 до 165-170 долларов за акцию. Но тут следует иметь в виду, что, конечно, помимо самого кризиса, на Boeing по-прежнему сказываются многомиллиардные потери, связанные со скандалом вокруг самолета Max. General Motors. С 35 до 23 долларов за акцию. Более чем существенное снижение. Потерял практически треть. Royal Dutch Shell. С 60 до 30 долларов за акцию. То есть, компания уценилась наполовину. Очень модный Beyond Meat, который был на слуху очень многих инвесторов в связи с модой на производство искусственного мяса, упал со 115 до 74 долларов за акцию. Однако, трудно сказать, где здесь кризис влияет, а где влияет то, что просто уходит мода весь 2019 год. Эта компания демонстрировала далеко не позитивную динамику. Германская Puma. С 70 до 50 евро за акцию. В общем, падение существенное, но не смертельное, особенно с учетом того роста, который Puma дала в 2019 году. Три подвизор. Вот тут, естественно, самые крупные потери. С 30 долларов до 16 долларов за акцию. Это с начала года. И с 60 долларов в 2019 году. То есть, компания уценилась в 4 раза. Ну, понятно, что в сегодняшних условиях говорить о каких-то краткосрочных перспективах, позитивных перспективах три подвизора просто не приходится. Однако, я полагаю, что это довольно серьезный эмитент. И его падение одновременно открывает некий потенциал очень мощного роста в среднесрочной перспективе. Вот такая картина в этой сфере. А теперь давайте попробуем поменять принципиально сектор экономики и посмотреть, что творится в других секторах. Итак, и наконец переходим к финансовому сектору, который традиционно в кризисные моменты является своего рода индикатором состояния. Для начала, что происходит у Уоррена Баффета. Беркшир снизился с 230 почти до 180 долларов за акцию. Это весьма существенная потеря 20% для компаний такого уровня. Сити Групп чудовищное падение с 80 до 43 долларов за акцию, что, видимо, показывает, что здесь был достаточно серьезный пузырь. Французский БНП Парибас с 53 до 31 евро за акцию. Тоже падение более чем существенное. А вот американский первый республиканский банк со 115 до 84 долларов за акцию. Некогда пресловутый Велес Фарга, который, если помните, в 2018 году прочили на новый Лемон Бразерс. Этот банк снизился с 55 до 28 долларов за акцию. Практически вдвое. Российский Сбербанк. Тут совсем печальная история. С 17 до 9 долларов за акцию. То есть тоже вдвое. Но вот интересный показатель, который нарушает всю эту апокалиптическую картинку. Виза с 210 до 160 долларов за акцию и по-прежнему сохраняет половину того роста, который она наработала в 2019 году. И схожая ситуация у Мастеркарта, который взлетел в 2019 году, а с начала 2020 снизился с 300 до 240 долларов за акцию. Снижение существенное, но с поправкой на 2019 год можно все-таки видеть, что обе платежные системы очень крепко стоят на ногах даже в сегодняшней ситуации. Если же подводить небольшое резюме по такому короткому экскурсу по некоторым знаковым эмитентам, то, наверное, кроме все пропало пожар-пожар, следует отметить следующую штуку. Целая группа эмитентов снизилась в этих условиях на 15-20%. И есть группа эмитентов, которая упала вдвое. Это принципиально две большие разницы. Хотя в такую черную ночь и черные и темно-серые кошки вроде бы как выглядят одинаково. Но это показывает, наверное, о тех пузырях, о которых говорили некоторые аналитики, независимые аналитики, в том числе и предрекавшие потенциальный кризис. Вполне возможно, что нынешний вирусный кризис выпустил пар из тех эмитентов, где накачка капиталом, накачка акций, наверное, уже была нездоровой. И в этом смысле, мне кажется, что кризис открывает очень интересные возможности для вхождения в подешевевшие акции, если только придерживаться максимально секторальной диверсификации. Говорят, что числа правят миром. Нет, они только показывают, как правят миром. Иоганн Вольфганг фон Гетте. Биржевые курсы и котировки. Валютный информер. Котировки криптовалют. Инструменты технического анализа. Расписание торговых сессий мировых бирж. Полный экономический календарь. Все сервисы для инвесторов и трейдеров на портале и в мобильном приложении finversia.ru Теперь все-таки не о белых, а о черных лебедях. Ситуация на нефтяном рынке. Итак, предысторию рассказывать, наверное, нет смысла, но в двух словах встреча ОПЕК плюс Вене закончилась полным крахом. Разрыв сделки, обострение отношений. Россия проделала, в общем-то, серьезный демарш. Министр энергетики России Новак даже покидал заседание. Саудовская Аравия заявила, что по-прежнему числит Россию неконкурентным и торговым партнером. Но сказала, ах, раз вы так, то мы вот так. И компания Saudi Aramco начала в определенном смысле даже демпинговать на нефтяном рынке. Кстати, об этом я говорил давно, еще когда Saudi Aramco вышла на свое очень громкое во всем мире IPO. И тогда почему-то люди не очень откликнулись на мысль, что теперь у саудовских нефтедобытчиков будет нелинейное отношение к ценам на нефть. Вот мы, собственно, это и наблюдаем. Но дело не в том, что я сейчас хочу подчеркнуть, ах, как я был прозорлив и догадался о неожиданном повороте сюжета. Нет, конечно, тут сыграло роль другие обстоятельства. Но то, что Saudi Aramco стала публичной компанией, дало ей более нелинейный маневр в плане нефтяных цен. Ей важнее сегодня не цена на нефть, а борьба за новые рынки, поскольку это напрямую может сказаться на росте акций. Впрочем, с ростом акций Saudi Aramco не все так просто. Я полагаю, что IPO этой компании, и дело даже не в IPO, а в самом факте, что саудиты решили сделать эту компанию публичной, принципиально повлияет на факторы, которые влияют на ценообразование в нефтяном секторе. Поскольку теперь фактор со стороны Саудовской Аравии будет не столь линейный, как в прежние годы. Вот у нас есть компания, вот она полностью принадлежит нам, вот нам выгодно то-то, то-то и то-то. Становясь публичной, компания становится как бы многофакторной в своем целеполагании. Так вот, выход этой компании, арабской компании на фондовый рынок, как минимум означает, что у этой компании появится вот эта самая многофакторность в деятельности. Мне пока трудно предположить, в чем она проявится. Я думаю, что куда более компетентные в сфере нефтяной экономики эксперты могут уже выстроить какие-то потенциальные траектории развития сценариев. Но я уверен однозначно, что превращение крупнейшего саудовского производителя нефти в публичную компанию, работающую на фондовом рынке, точно означает, что расклад интересов немного изменится. И, соответственно, это повлияет на позицию ОПЕК, а через позицию ОПЕК повлияет и на ценообразование. Итак, про позицию Трампа, который обиделся и на Москву, и на РИАД, и сказал, ребята, давайте вот в этой ситуации как-то жить дружно, мы уже упомянули. Что творится дальше? Ну, прежде всего, двойной удар по России. Мало того, что вирусный кризис и падение Уолл-стрит плохо сказался на российском фондовом рынке, так еще и вот этот нефтяной кризис. Забавно, что министр энергетики России Новак в этой ситуации сделал заявление, достойное уже упомянутого генерального директора Всемирной торговой организации. Он сказал, что цены на нефть восстановятся в течение нескольких месяцев. И многие уже спрашивают, господин министр, а что вы имеете в виду? Вы имеете в виду 2-3 месяца или 20-30 месяцев? И то, и другое понятие вполне укладывается в понятие через несколько месяцев. Тем не менее, рейтинговая агенция Standard Poor's Global Rating понизила прогноз по нефтемарке Brent на 2020 год. Причем понизила очень резко. Прогноз был средней цены годовой 60 долларов за баррель, теперь 40 долларов за баррель. То есть понижение практически катастрофическое. Ну, соответственно, по другим маркам нефти снижение аналогично по пропорции. Я не берусь предсказать, что будет на рынке нефти, но мне кажется, что сегодняшняя ситуация, плюс в хорошем смысле давление Вашингтона, заставят все-таки Москву и Рият, не потеряв лицо, они, конечно, не могут признать правоту друг друга или позицию принять друг друга, но заставят искать какие-то соглашения. Господин Новых сообщил, что ему надо посоветоваться с нефтяниками, российскими, конечно же. У меня очень обывательская взглядная ситуация, я не понимаю сути этого заявления, но мне кажется, что советоваться с производителями, с поставщиками нефти лучше все-таки до поездки в Вену навстречу ОПЕК, чем приехав оттуда сказать, ну не смогла я, как в анекдоте, ну не смогла я, мужик. Резюме простое. Рынок нефти, конечно же, остается дестабилизирующим фактором в сегодняшней ситуации. Идем дальше. Золото. Золотом творится по-прежнему очень любопытные коллапсы. Даже не коллапсы, а антиколлапсы. Мы уже много раз говорили, что золото в ситуации резкого падения рынка, наверное, первый раз в исторической перспективе не выстрелило и не ушло наверх. Более того, очень часто в определенные дни, в том числе и в дни, когда весь фондовый рынок снижается, наблюдается и снижение золота. Это означает, как минимум, что золото перестало быть защитным активом. И все внимание в плане защитных активов на, конечно же, казначейские облигации США. Таким образом, если сегодня мы смотрим, что происходит с казначейскими облигациями, можно сказать, что мы измеряем температуру вот у мировой экономики в плане теста на коронавирус. Господин Трамп, кроме предъявления некой обиды Риаду и Москвы, выступил с заявлением, что намерен оказать существенную поддержку экономики в этой ситуации. И, в отличие от министра Новак, который взял несколько месяцев на восстановление ситуации, решил посоветоваться, наконец, с нефтяниками. И, в отличие от генерального директора ВТО, который просто заявил, что коронавирус, видите ли, оказывает влияние на экономику, Трамп выбросил очень серьезный козырь. Причем козырь, к счастью, на мой взгляд, уже не лежит в сфере манипулирования ставками. Козырь называется снижение налогов на фонд оплаты труда. С учетом, что заработная плата в Соединенных Штатах максимально высокая и является существенной статьей расходов бизнеса, малого, среднего и крупного, подобное снижение налогов, это действительно мощнейший стимул. Другое дело, насколько сильней он коронавирусной паники, об этом, конечно, судить трудно. Но я полагаю, что для тех, кто принимает решение, этот, как говорил Пушкин, эта штука будет посильнее Фауста. Вот эта штука будет посильнее коронавируса, по крайней мере, в среднесрочной и тем более долгосрочной перспективе. Ну, а заодно господин Трамп сделал великолепнейший предвыборный ход, потому что снижение налогов на фонд оплаты труда. Это называется то, что доктор прописал, извините за каламбур, сейчас речь не о вирусе. Честно говоря, я как гражданин России немножко завидую. Я бы был в полном восхищении, если бы российское правительство заявило, что в качестве мер поддержки экономики в трудной ситуации, оно рассмотрит возможность снижения налогов именно на фонд оплаты труда. Но боюсь, как говорилось в известном фильме... Это же не наш метод. Из позитивных сигналов со стороны рынка, наверное, сегодня можно отметить следующее. Речь идет, прежде всего, конечно, об американском рынке, потому что сегодня все-таки на него надежды, как на локомотив, который либо вытащит экономику вперед, либо максимально затормозит ее соскальзывание в некую пропасть. Из негативных сигналов только, пожалуй, один. На американском рынке зафиксировано небольшое снижение индекса тенденции занятости. Почти на 1%, но с учетом, что сам индекс был в районе 110 пунктов, сами понимаете, соотношение более чем маленькое. Более того, эксперты, которые разбираются в этой теме гораздо лучше, чем меня, полагают, что все-таки это снижение не связано с кризисной ситуацией в экономике. Но, тем не менее, учтем и этот момент. Впрочем, вру, есть еще один, конечно же, негативный момент. Сообщение о том, что инвесторы во всем мире начинают разочаровываться в трампановике как таковой. «Я просто потерял дар речи, когда услышал, в чем именно заключается грандиозный, в кавычках, план Трампа», сказал экономист Роб Карнелл. И многие инвесторы отмечают, что в сегодняшней ситуации Трамп, по сути, не имеет четкой программы действий, а скорее, подобно Хрущеву в ООН, если это вообще было, пытается снять башмак и постучает в каблуком по столу. Дэвид Коток, председатель и главный инвестиционный директор компании «Кимберланд Адвизор», например, сформулировал это так. «Президент растерял доверие и разочаровал весь мир». И действительно, мы видим, что сегодня влияние действий и заявлений Трампа на Уолл-стрит практически равно нулю. То есть, мы получили зеркальную ситуацию. Сначала Уолл-стрит конкретно и четко реагировал практически на каждый твит Трампа. Это мы наблюдали в 2018 и 2019 годах. А теперь все его заявления идут мимо рынка. И рынок по-прежнему находится в панической зоне. Мое короткое резюме в этой ситуации такое. Ситуация сложная. Нефтяной кризис усугубил вирусный кризис. Я полагаю, что очень многое будет зависеть от тенденции развития коронавируса. И здесь из позитива мы видим очень любопытную ситуацию. Количество зараженных в Китае не увеличивается. Практически стабилизировалось. И сегодня, скорее, Европа и частично Америка являются источником информации об усугублении этой проблемы. Ну и, к сожалению, в этой ситуации приходится говорить об информационной составляющей. Я уже года два, по крайней мере, каждый раз, когда у меня просадка, констатирую, что сегодняшний финансовый рынок стал максимально чувствителен к инфошуму. И так как многие пытаются словить вовсе не экономическую рыбку в мутной воде, пропиариться, продвинуть свои апокалиптические блоги, статьи, средства массовой информации и так далее. Вот весь этот шум является мощнейшим негативным фактором, который воздействует, ну, во-первых, на экономику в целом. А во-вторых, наверное, на мысли каждого инвестора, каждого из нас, неважно, пусть у нас копеечный капитал, но мы думаем, а вдруг все-таки вот армагеддонщики окажутся максимально правы. Я полагаю, что в этой ситуации надо, конечно же, спокойнее относиться к информационному шуму, внимательно, но хладнокровно. А что касается все-таки всех гуру Армагеддона, то мне почему-то здесь, на берегу Женевского озера, вспоминается известное изречение Казьмы Пруткова. Если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтаном. Что для вас значат цифры 24-7-12? Код от сейфа? Дата рождения или годовщина свадьбы? Порядковый номер очередного документа в архиве? Для нас это время свежих экономических новостей. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 12 месяцев в году. Все самое важное на портале finversia.ru Редактор субтитров А.Семкин